Накануне на Большом выездном совещании в Сочи глава региона потребовала от руководителей территории и представителей курортного бизнеса мобилизовать все возможные ресурсы. В нынешнем сезоне, в условиях появившейся конкуренции с Крымом, за своего туриста курортом края придется побороться. И Анапа не исключение. В наших планах развития курортно-рекционного комплекса Кубани, нашего края, ставим задачу увеличить количество туристов, отдыхающих. Нам нужно прибавить и в работе, естественно увеличить конкурентную составляющую, сервис, цены, обслуживание, инфраструктура, безопасность, благоустройство и так далее. Я очень надеюсь, что и этот сезон, и будущие годы для Анапы будут достаточно успешными, перспективными и доходными. Как и для бюджета городского, так и огромное количество предпринимателей, которые выстраивают свой бизнес на базе курортной индустрии. Самый солнечный кубанский курорт Анапа сегодня активно развивается и благоустраивается. В городе появились новые дороги, реконструированы прогулочные зоны, сделано много в плане озеленения города, появились новые скверы. В санаториях и здравницах созданы все условия для качественного отдыха. Но есть в Анапе и болевые точки. Количество транспорта год от года увеличивается. В многокилометровых пробках стоят и жители, и гости. Особенно это заметно в курортный сезон, когда поток автомобилей увеличивается в несколько раз. Александр Ткачев подчеркивает, транспортную проблему нужно решить в кратчайшие сроки. Курорт ко встрече отдыхающих должен быть готов на отлично. Мы уже столкнулись с появлением Крыма переправы. Огромное количество туристов, отдыхающих, машин, очереди на Тамане. К сожалению, баснословно. Мы в том числе испытали транспортную нагрузку, коллапс. Когда жители края проезжали в сторону станицы Блавещинска, это и Утриш, это и другие направления. Вопросы транзитового прохода через Анапу стоят очень остро. Я знаю, что уже для разгрузки подъездных путей к городу со стороны, конечно, грузового транспорта уже ведется сегодня строительство участка автодороги, которая соединит сегодня трассу федеральную Новороссийский-Кельский прорив с дорогой, прежде всего, регионального значения через станицу Варениковскую. Также в планах у дорожников края расширение объездной автодороги непосредственно со стороны Кембрюка в Анапу, строительство объездной вокруг Анапы. Я считаю, что это стратегическое направление, и мы должны использовать эти средства для того, чтобы разрезать эти транспортные узлы. Что в этом плане делается и как обстоят дела здесь? Для себя я определил пять основных направлений. У нас в станице Анапской в центральной части рынок большой поток пешеходов, который создает неудобства, и организуются многокилометровые пробки. Сейчас ведется интенсивное проектирование подземного пешеходного перехода. Мы нашли небюджетные источники. Второй вопрос – это объезд, чтобы транзитный транспорт со стороны Новороссийской, либо со стороны Крымского полуострова не попадал в город-курорт по Симферопольскому шоссе. Глава Анапы также отметил, что важным вопросом успешного развития транспортной составляющей курорта сегодня является строительство и организация парковок, учитывая, что большая половина туристов на море приезжают именно на автомобиле. Обустроенных кемпингов в Анапе уже 11. Человек едет с семьей, допустим, он хочет, чтобы рядом была машина. А есть и такие, которые готовы оставить на бесплатную либо минимальную оплату парковка, но в черте города. Моя проблема – как их переместить от парковки до места отдыха, либо до пляжа. Ну и отдельно я хотел бы сказать, Александр Николаевич, это сельские населенные пункты. Для меня Анапа – это все 62 населенных пункта. И я хотел бы, чтобы там тоже были дороги. Поэтому те суммы, которые у нас сегодня есть, я поделил пополам. Половина город и половина сельских территорий. Кроме того, на встрече обсуждали вопрос самостроев. Так же, как и в ряде других городов региона, эта проблема в Анапе стоит остро. Александр Ткачев потребовал усилить борьбу с незаконным строительством. Подобная застройка, отметил губернатор, уродует город, создаёт неудобства для жителей и в конечном счёте негативно сказывается на развитии всей инфраструктуры курорта. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».